После периода некоторого затища статистика регистрации коронавирусной инфекции в Казахстане вновь стала расти. По официальным данным, каждый день вирус выявляется у более чем 100 человек. Причем Восточный Казахстан лидирует в стране. В нашей области COVID-19 диагностируется у порядка 20 человек в день. Необходимо неукласснительно выполнять указания главного санитарного врача, чтобы не допустить новые волны вируса, которые наблюдаются за рубежом. Насколько ответственно подходит к этому вопросу в семье и показал очередной рейд. Соблюдение социальной дистанции, ношение масок и чистые руки – это главное правило предотвращения опасного вируса. Есть и определенные правила, установленные для закрытых помещений. Если будут соблюдены все требования, можно избежать вспышки вируса и карантина, как это было в некоторых странах. Однако у нас подчиняются правилам с трудом. Убедились в этом во время очередного рейда участники мониторинговой группы. Продавцов, которые обслуживают клиентов без масок, было достаточно. Члены мониторинговой группы сделали им замечания и еще раз объяснили правила. Много и посетителей, не соблюдающих масочный режим. Некоторые семьячане возмущаются, другие относятся с пониманием к санитарным требованиям, говорят продавцы. Как бы ходили, сейчас расслабились. Уже большинство сами видели без масок, говоришь, они уже все не хотят. Было отмечено, что некоторые магазины не соответствуют санитарным требованиям. Белая ткань на дверных ручках не меняется, становясь наоборот рассадником микробов. Работникам было рекомендовано снять грязную марлю с дверной ручки и протереть тщательно дверь. У нас просто, видите, в правилах это не прописано, ни его наличие, ни отсутствие. Просто видите, как оно смотрится? Оно высыхает, оно пачкается. Проще протереть поручни и все. Во время первой волны COVID-19 семье было большое количество очагов вируса и главная причина в халатности самого населения. Рейд показал, что несмотря на действующий запрет на оказание услуг без масок, некоторые объекты предпринимательства не придерживаются санитарных правил. Вы обслуживаете население, вы обязаны находиться в маске и также требуете посетителей, чтобы они находились в маске. Без маски вы не должны обслуживать. Антисептики есть у вас для обработки рук? Где у вас? Нет, у вас на рабочем месте должно быть. Уход это для посетителей, а здесь у вас это для вас и для посетителей у вас на рабочем месте отдельно должно быть. Введение карантина негативно сказалось на сфере предпринимательства. А чтобы этого не повторилось, важно не допускать прежних ошибок и строго соблюдать санитарные требования, напоминают специалисты. В закрытых помещениях люди должны находиться постоянно в маске. И сами покупатели, и сами продавцы должны находиться в маске, и перчатках должны работать, и соблюдать все меры предосторожности по профилактике COVID-19. Потому что сейчас у нас по Казахстану, тем не менее, идет регистрация в случае заболеваемости. Поэтому, чтобы не было дальнейших таких заражений среди населения, мы проводим профилактические, только разъяснительные мероприятия. Высокий риск заражения отмечен именно в закрытых помещениях, поэтому предпринимателям рекомендуется регулярно проветривать и дезинфицировать здания. Бахатгуль Казец, Сауля Байгалиева, Нургуль Садык, ВК Радко Жахметов, Телеканал Семей.